Привет всем, с вами снова Дмитрий и сегодня мы поговорим немного о автомото косметике от компании FFI в производстве Соединенных Штат Америки. На данном красивом байке Ducati вы сейчас посмотрите, каким образом можно очистить покрышки, диски, вычистить сам байк и абсолютно без капли воды. То есть мы будем применять для очистки кузова традиционное и очень хорошее средство нано-мойка EcoShin, которое подходит не только для автомобилей, но и также для мотоциклов. Это раз. Далее, для того, чтобы придать блеск и чистоту пластиковым изделиям и кожзамом, используем Rubber & Trim Renew. Вы увидите, как это делается. И третье средство для покрышек Tire Shine. Теперь смотрим, как это делается. Я думаю, самый раз начать непосредственно с кузова, то есть в данном случае пластик. Но, тем не менее, EcoShin средство, которое я сейчас показал, оно отлично подойдет именно для очистки, в принципе, вот этих вот изделий. Как это делается, вы отлично уже наверняка помните. Кто не знает, я сейчас просто покажу на видео. То есть накачивается давление в этой помпе, после чего наносится непосредственно на кузов, даже если он слегонца грязный, это не беда, потому что EcoShin капсулизирует грязь, отталкивая ее. То есть отталкивая, и поэтому непосредственно наносим таким вот образом, как спрей, на вот эти грязные, возможно, какие-то поверхности. Много не надо тратить этого средства. Любой тряпкой, причем очень удобно. Сначала не нажимаем, разносим это средство по поверхности, просто разносится. В это время оно как раз-таки капсулизирует грязь. То есть вот таким вот образом. Это первый этап. Разносится непосредственно на кузове. Не надо долго тянуть, конечно же, с этим, потому что средство достаточно быстро засыхает, особенно при солнечной погоде. Вот мы это аккуратненько, не нажимая, взяли. Теперь шаг номер два. Вот, кстати, грязь, которая была на этой части. Шаг номер два. Берем любую другую чистую тряпочку. И уже полирующими движениями очищаем саму поверхность, боковую поверхность лайка. В итоге вы можете даже обратить внимание, как меняется цвет. То есть он становится более новой. И, естественно, блеск мотоцикла потрясающий. Он играет уже цветами на солнце. Уже выглядит намного новее. Вот таким образом. То же самое можно делать и, естественно, на баке, потому что он уже из металла. То есть, опять же, берется та же тряпка, на которой немного еще осталось. Аккуратненько наносим, спреем непосредственно на байк. Я покажу только одну сторону, чтобы вам было видно. Аккуратно, не нажимая сильно. Проводим по самому баку. У нас становится немножко матовая такая. А второй, опять же, полирующими движениями доводим до идеального блеска сам байк. Кстати, очень здорово этим заниматься. У кого мотоцикла дома, кто имеет красивые байки, хромированные, чопперы или спортбайки без равенства. Для того, чтобы можно было дома сделать такие простейшие движения. Но если бы это было только все. И кашин также идеально подходит и для того, чтобы поработать с литыми дисками. Каким образом это делается? Опять, так же, как и было до этого. То есть, мы накачиваем давление и наносим непосредственно, опять же, на сам диск. То есть, вот таким вот простым, понятным образом наносится на грязный диск. Опять же, он капсулизирует эту грязь. Не надо как бы бояться, что он повлияет каким-то плохим образом на лакокрасочное покрытие. После чего аккуратненько проводится тряпочкой, разносят данное средство непосредственно по диску. Ну вот, как вы видите, я делаю это достаточно, скажем так, со средней скоростью. Можно и быстрее, но чтобы вам было понятно и видно. Я очищу сейчас только лишь одну сторону диска. Кстати, опять же, грязь здесь. Берем вторую тряпку и уже полирнем немножко данный диск. Он ставит очень-очень-очень красиво. Именно вот такими движениями, вполне простыми и понятными. Байк можно помыть во дворе, не используя вообще ни капли воды. Вот обратите внимание, кстати, да, какой именно диск здесь. И какой диск, в общем-то, в обычном состоянии, спереди, вот, выглядит, да. Теперь вот, показав этих два средства, я хотел бы еще обратить внимание на то, что, естественно, любые хромированные какие-то детали, например, вот эти трубы, опять же, или же вот амортизаторы можно обрабатывать, конечно же, вот этим средством. Эко-шин. И, конечно, все, что относится к остальному. Теперь берем пластик, вот этот вот. Ну, я понял. И берем, в частности, вот эти вот поверхности и кожзам. Да, как я уже говорил, для этого мы будем использовать rubber and trim renew. Вот этим средством мы возьмем еще не сильно запачканную, скажем так, тряпочку обычную. Опять же, обычными средствами. И теперь смотрите, как это делается. Пластик, это и это. Аккуратненько просто наносится немножечко данного средства на пластиковое изделие или на кожзам. После чего просто втирающими движениями очищается именно пластик. И, кстати, в отличие от дешевых китайских аналогов, да, данное средство абсолютно удобное чем? Тем, что оно антистатичное. То есть пыль после этого, она практически не... Вернее, прилипает, но не так быстро, как, например, если купили какую-то дешевую автокосметику из Китая. Часто бывают такие подделки, да. Вот обратите внимание, как раз-таки, на то, во что это в итоге превратилось. Это вот то, что было и то, что стало. Теперь продолжаем на поверхности карбона. В данном случае, поскольку она горизонтальная, я просто капельку наношу на тряпочку и непосредственно наношу на сам карбон. Восстановить прежнего блеска карбона уже вряд ли получится, но, тем не менее, он стал ощутимо чернее, да. И, опять же, переходим. Обратите внимание, сейчас будет светло, да. Оно сейчас как бы темное, но немножко матовое. В данном случае проще несколько капель нанести на эту сидушку. И вот смотрите, как оно будет реально черное. То есть, я разношу его, втирая непосредственно по самому креслу для мотоциклиста. И втирая. Вот так. Кстати, хотел бы вот что сказать. Ну, во-первых, разница видна невооруженным глазом, да. Во-вторых, будьте осторожны. В частности, мотоциклисты, я вам говорю. Ни в коем случае не применяйте экошин на креслах, да. Потому что он, в принципе, имеет скользящую поверхность после обработки экошином. Чтобы ваша задница сидела уверенно, не пользуйтесь экошином для обработки кресел. Да, это очень опасно. Вот. А пользуйтесь или rubber and trim renew, если это кожзам. Или же средством, если у вас кожаные кресла, то же самое. Vinyl and leather conditioner. То есть, средство для кожаных изделий. Окей, ну и сейчас по завершению именно вот этой демонстрации я теперь еще покажу, каким образом завершение именно вот эти части, да. То есть, непосредственно глушитель. Потому что хромированные глушители очень красиво смотрятся, когда они чистенькие. Опять же, наносится просто само средство на глушитель. Это будет небольшая часть. Вот у нас солнышко уже ушло, но тем не менее, это нам не помешает. Так же, как и в плане с кузовом. Аккуратненько разносим данное средство по глушителю. Да. А вот она, кстати, грязь опять же. А вторым средством идет мойка и полировка. Вот очень просто. Кстати, на ощупь очень гладко. Да. В частности, конечно же, включая и вот такие поверхности, как вы видите здесь. Ну, на данном красивом байке они действительно очень все спрятаны. По крайней мере, цель достигнута. И в завершении, как я и обещал, я покажу вам, как пользоваться средством под названием Tireshine. Это для покрышек просто. Да. Покрышки обрабатываются очень просто. Ставятся здесь на спрей. Да. И непосредственно наносятся на саму покрышку. Кстати, обеспечивая при этом более лучшее состояние покрышки. Предохраняя от ультрафиолетовых излучений. От быстрого растрескивания. И, кстати, если какие-то химикаты высыпаются на дорогу, опять же, предохраняет от этого. Ну, и, конечно, внешний вид. Обратите внимание, как сейчас покрышка выглядит. В принципе, как нормальный байк. Да. Ну, сейчас будет еще круче. Непосредственно наносятся на покрышку. Учитывая, что мотоцикл имеет открытые покрышки. Во-вторых, от автомобиля, конечно же, можно нанести непосредственно даже вот так. После чего, как я уже успел сказать, легким движением в руке просто немножко разносим данное средство на покрышке. И все. Мотоцикл, кроме того, что замечательный сам по себе Ducati, да еще и выглядит просто потрясающе, я бы так сказал. Да. Сейчас вы можете посмотреть именно на разницу покрышки, обработанные Тайршайн и Экошин, и покрышки, которые не обработаны. Ни Тайршайн, ни Экошин. К слову сказать, я просто смотрю, что здесь есть Рабио Лентрим. Еще я хотел бы показать именно вот здесь вот, да, опять же, наносится на эту поверхность и аккуратненько втирается непосредственно в сам карбон. По крайней мере, данного средства хватит достаточно, чтобы очистить и обновить его. Вот таким вот замечательным образом. Ну вот это примерно и все. На самом деле, мне было очень приятно вам показать все, что вы видели. У нас немножко уже солнце зашло задом. Но суть. Применяя автокосметику от компании FFive, вы можете не только быстро помыть свой автомобиль дома, во дворе, не применяя ни капли воды, но и привести в отличный вид ваш любимый мотоцикл. В данном случае это было Ducati. Замечательный итальянский мотоцикл. Вот. И спасибо большое хозяину, который дал добро на эту съемку. Всем пока-пока. А узнать, где можно привезти данные средства, можно вот там вот внизу. Посмотрите на ссылки и узнаете. Всем счастливо.